Пластиковые карточки скоро заменят шуршащие купюры. Уже сегодня сотрудники налогового департамента области проводили разъяснительную работу с частными предпринимателями о необходимости приобретения и установки посттерминалов. Более подробно расскажет Нурила Туржан. С начала года правительство страны обязало почти всех предпринимателей приобрести и установить посттерминалы. С тех пор эта тема активно обсуждалась бизнесменами, властями и простыми потребителями страны. Сегодня над внедрением платежного устройства в Карагандинском регионе полным ходом работают сотрудники налогового департамента. На данный момент переутвержден перечень лиц, которые обязаны установить аппарат. К уже действующему списку добавили еще пять видов предпринимательской деятельности. Таким образом посттерминалы должны появиться в частных охранных службах, детских садах, предприятиях бухучета и аудита, права и ремонта бытовой техники. Представитель Национального банка Нагима Спатаева в разъяснительной работе с предпринимателями рассказала о преимуществах установки аппарата. Во-первых, это очень удобно покупателю, это очень современно. Ну и потом, это для них гарантия не получить фальшивые деньги. Это решаются проблемы с разменом банкнот, потому что, вы знаете, иногда в магазине не бывает достаточно разменных денег. Ну и в конце концов, самое главное, что с покупателей, когда мы берем деньги в банкомате, с нас берется комиссия, да, от 0,3 и выше процентов. Когда мы берем, пользуемся посттерминалами, то с нас никакая комиссия не взимается. Это тоже очень удобно. Администратор одного из бутиков видит в нововведении только плюсы. Рассказывает, что посттерминалы они установили еще в момент открытия. Преимуществ очень много. Мы можем отслуживать клиентов иностранных государств. То есть, не нужно бегать, искать обменные пункты. Обналичивание денежных средств сразу же мы делаем по факту, и деньги наши оседают на нашем совом счете. Это очень удобно. Между тем, до 2014 года обязать установить посттерминалы могут и тех, кто работает по упрощенной декларации. Закон не коснется торговца сельхозпродукции собственного производства. Выносные прилавки, автолавки, палатки, киоски и контейнеры продолжают принимать только наличные. За отсутствие посттерминала бизнесмены будут наказывать штрафными санкциями. Сумма административного наказания составляет от 40 до 80 мрп в зависимости от категории налогоплательщика. А при повторном нарушении сумма штрафа будет уже выше. Нурила Туржан, Сергей Высокосов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский.